Эксперт ООН, односторонние санкции больше всего сказываются на уязвимых группах населения, ради ООН, США. Новости ООН, США. 20 октября 2018 года. Односторонние санкции, которые ограничивают любые финансовые транзакции или мешают третьим странам заниматься законной торговлей с одной из сторон, незаконно являются аморальными формами давления, особенно если они наносят ущерб правам людей, проживающих на территории стран, против которых они введены, отмечается в докладе. Докладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права человека Идрис Джазири сегодня представил доклад в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он также ответил на вопрос службы новостей ООН о санкциях, введенных США и Евросоюзом в отношении России. «Я был с официальным визитом в Россию для изучения последствий санкций, которые были введены в отношении России, Европы и США», — рассказал докладчик ООН. «Я изучил пакет санкций и пришел к выводу, что больше всего они повлияли на женщин и молодежь». Докладчик отмечает, что от введения санкций против России и контрмер пострадали обе стороны. Согласно данным на 2017 год, за период с 2014 года, когда они были введены, прямые потери России составили около 55 миллиардов долларов. Однако страны Евросоюза понесли еще больший ущерб. «На основе посчетов, я пришел к выводу, что Европа понесла большие убытки, чем Россия», — отметил Эдрис Джазери. «Именно по этой причине я считаю, что от применения санкций не выигрывает никто, все только теряют». Докладчик ООН также сказал, что вероятная новая волна санкций в отношении России со стороны властей США вызывает большую тревогу, и выразил надежду, что при принятии решений политики будут думать о судьбах простых людей. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...